Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Партнеры, друзья, побратимы. В преддверии Дня единения народа в Беларуси и России на главной сцене города состоялся праздничный концерт. И самое главное, мы, во-первых, разговариваем на одном языке. И нам нечего сегодня делить. Как это было. Принял на грудь и поехал искать приключения. В Кировском районе задержали нетрезвого водителя. А что-то у вас речь невнятная? Нормально. А? Чем закончилось пьяное турне? Молочные реки и творожные берега. Бобруйский филиал «Бабочканой крынки» завоевал награды на международной выставке «Продэкспо». У нас положительная динамика по всем производственным показателям получилась. Что пополнит ассортимент. А также союзное государство, базовая ставка и нешуточная Илона. На выходных в стране задержится северный циклон. Когда ждать весну? Новая традиция союзного государства. Президент вручил награды лауреатам премии в области науки и техники. Признание получили шестеро белорусов и столько же россиян. Заслуженное внимание, как оценка совместной работы в создании инноваций в области космических технологий и дистанционного зондирования Земли. Александр Лукашенко подчеркнул, ученые вместе стоят на страже национальной безопасности. Мы будем увеличивать союзные проекты, но будем их приземлять. Фундаментальная наука всегда была важна, но нам прикладная сейчас крайне необходима. Вот то, что вы делаете, это нам крайне необходимо. На этом идеологическом фронте вы главные бойцы. Потому что идеи, не свойственные нашему славянскому менталитету, а порой губительные для нашего духовного развития, экспортируются к нам извне, прежде всего с технологиями. Поэтому вы, исследователи, разработчики, должны быть хотя бы на шаг впереди. О новой странице союзной истории белорусский лидер рассказал и своему российскому коллеге. Телефон разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся после мероприятия. В продолжении темы, в преддверии Дня Единения народов Белоруссии и России в Бобруйске прошел праздничный концерт. На главной сцене самые известные творческие коллективы. В программе лучшие танцевальные и вокальные номера. Здесь же видеопоздравления от российских друзей. Союзное государство демонстрирует пример сплоченности и решительности в преодолении любых трудностей. И когда международное сообщество переживает сложное время конфликтов и кризисов, наше единство имеет особую ценность. Мы настоящие братья, я хочу это отметить. Наверное, это на протяжении уже веков отмечается. И самое главное, мы, во-первых, разговариваем на одном языке. И нам нечего сегодня делить. А в этой ситуации, наверное, важно нам в первую очередь сплотиться. Потому что именно единым духом, единым народом мы сегодня сильны. Праздник Единения народов ведет свой отчет со 2 апреля 1996-го. В этот день Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор о создании сообщества Белоруссии и России. За 26 лет союз двух стран стал символом настоящей дружбы и верности. Молочный фурор. Бабушкина Крымка завоевала почти 4 десятка наград на московской выставке Прот-Экспо. Два золота у Бабруйского филиала. Ассортимент порядка 30 наименований. Вне конкуренции 10% сливки и 6% ультрапастеризованное молоко. О секретах производства Татьяна Гурбач. Татьяна Сныткова, как никто знает, в чем секрет вкусного творога. Своему любимому делу женщина посвятила 25 лет. Бабушкина Крымка стала для нее вторым домом. Здесь, в 12-тонных котлах-коагуляторах, под ее чутким присмотром, из молока рождается нежный и полезный продукт. Мы руками ничего не делаем. Мы только можем наблюдать, смотреть, открывать люки. Все остальное делает компьютер. Мы задаем температуру. То есть технологический процесс идет. В сутки здесь производят от 12 до 14 тонн творога в различных модификациях и упаковках. Лодочки, брикеты и хит-продаж – пакеты по 400 грамм. Плюс сметана, молоко и коктейли. Ассортимент порядка трех десятков наименований. Ежедневно тут перерабатывается до 170 тонн сырья. Но главное не объемы и количество. На первом месте качество. Ставка на натуральность. Особая гордость предприятия – 10-ти процентные сливки. Даже после термической обработки сохраняются все полезные вещества в продукте. Поскольку розлив производится в стерильных условиях, сливки могут храниться до 4 месяцев. Вкус порадует даже самого взроскательного гурмана. В 2015-м на заводе прошла масштабная модернизация. В оборудование вложили свыше 36 миллионов евро. Но на этом не останавливаются. В ближайших планах установка линии «Эколайн» для производства коктейлей в кувшинах. Также собираются удивить покупателей новинками. Выпустить не молоко на основе растительных компонентов и еврейский домашний сыр «Коттедж». В общем, идут в ногу со временем. Сравнивая 2020 год с 2021, можно отметить, что у нас положительная динамика по всем производственным показателям получилась. То есть переработку молока мы увеличили до 108%. Также увеличилось производство цельномолочной продукции до 112%. На днях бобруйские молочники привезли награды с международной выставки «Продэкспо-2022». За вклад в развитие пищевой промышленности отмечен почётной медалью директор завода Сергей Козлов. Два золота завоевали 10-процентные сливки и 6-процентное ультрапастеризованное молоко. Это как раз тот случай, когда по поводу белорусского вкуса действительно не спорят. Татьяна Горбыч, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Арендная величина, открытые границы и новый штамм. В Беларуси обнаружили очередной подвид COVID-19. Как распознать вирус? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси обнаружили новый подвид коронавируса. Медики не исключают подъём заболеваемости. У большинства пациентов при стелс-омикроне отмечается лёгкое отсечение вируса, симптомы – потеря обоняния, першение в горле, желудочно-кишечное расстройство и головная боль. В стране увеличится зарплата работников бюджетной сферы. Теперь базовая ставка – 209 рублей. На её повышение в марте-майе направят 27 миллионов. Новшество затронет порядка 850 тысяч белорусов. С 3 апреля в стране снимаются ограничения на пересечение наземной границы. Единственное уточнение – для въезда иностранцам необходим ПЦР-тест, кроме тех, кто прибывает в Беларусь в связи с обстановкой в Украине. С апреля базовая арендная величина в Беларуси изменяться не будет. Она останется на прежнем уровне – 16 рублей 90 копеек. Привязка к доллару и евро исключена. Меры принимаются для того, чтобы защитить арендаторов от колебаний рынка валют. В белорусские вузы в 2022-м планируют принять свыше 53 тысяч человек. Бесплатно обучаться будут не меньше 27,5 тысяч. Каждый год бюджетников становится больше, в общем числе поступающих. Это ориентировано на потребности экономики. К слову, цифры по целевой форме определятся до 1 мая. Рюмка за 2000 долларов. В Кировском районе задержали пьяного автомобилиста. Сотрудники ГАИ остановили Ауди. При разговоре с водителем инспектор обратил внимание на странное поведение и резкий запах. Однако мужчина настаивал, он ничего не употреблял и совершенно трезво. А запах алкоголя от кого исходит? От пассажира? А? От пассажира? Точно от пассажира? А? Точно. Точно? А что до вас речь невнятная? Нормально. О свидетельствовании показало 1,94 промилле. Позже местный житель пояснил, он получил зарплату и решил заехать в магазин за выпивкой. Цена пьяной поездки 6400 рублей и лишение прав на 5 лет. Автомобиль отправился на штрафстоянку. Весна ушла в отпуск. В стране объявлен оранжевый уровень опасности. Циклон Илона принес в Беларусь мокрый снег, дождь и ночные заморозки. В погодному ассорте добавился сильный ветер порывами до 18 метров в секунду. Надолго ли тренд? Карина Гуревич. Не успели белорусы переодеться в тренч и кеды, как приходится снова доставать зимние шарфы и шапки. На 1 апреля синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного снега и дождя. Добавился и порывистый ветер до 18 метров в секунду. Всему виной Илона. Циклон пришел с северных морей. МЧС призывает быть предельно осторожными и по возможности не выходить на улицу. Если остаться дома не получается, одевайтесь потеплее. Отдайте предпочтение многослойности и обуви с ребристой подошвой. Выходите пораньше. Спешка в такую погоду – плохая идея. Илона прошлась и по центральной части России. В Москве и Санкт-Петербурге объявлен повышенный уровень опасности. Снегопады не прекращаются пятые сутки. Погода усложнила ситуацию на дорогах и застала врасплох автомобилистов. Во-моя как стоит. По пол колеса завалило снегом. Даже багажника на крыше не видно. Тем временем в Индии местные столкнулись с непривычно жаркой погодой для этого времени года. В Нью-Дели температура воздуха достигла 40 градусов. И по прогнозам синоптиков продержится еще как минимум неделю. Ежегодно от тепловых ударов в стране умирают десятки людей. Илона задержится в Бобруйске. На выходные объявлен оранжевый уровень опасности. Погода кардинально не изменится. Все такой же сильный ветер, мокрый снег и гололед. В субботу столбик термометра будет колебаться от минус пяти до плюс шести. Воскресенье ночью похолодает до девяти мороза. Днем воздух прогреется до семи градусов. Ожидать тепла стоит не раньше середины апреля. Карина Гуревич, Станислав Чичерин, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. 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 Счастливо.